МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Мы в Астане, столице Казахстана и городе, которого еще 15 лет назад не существовало. А сейчас свой шатер здесь раскинул самый дорогой архитектор мира Норман Фостер. А вон там настоящий небоскреб-сити. И в воздухе буквально витает запах денег. Ну что, пошли их искать? Магнит в степи. Почему Астана привлекает бизнесменов из соседних регионов и со всего мира? Нам сделали предложение, от которого мы не смогли отказаться. И как в стране, не имеющей выходов к океану, появилась своя гавань? Правда, налоговая. Сколько стоит град построить? Что-то новое, значимое. Оно не может быть построено за счет каких-то ограничений финансов. Уникальный шанс посчитать цену целого города. Мы его не упустим. Как вырастить деловую элиту с нуля? Рождается новое поколение казахстанцев, которые свободно говорят на трех языках. Английский, казахский, русский. Зачем будущих бизнесменов отправляют за рубеж? И что помогает вернуть их обратно? Недвижимость родителей ставится в залог возврата студентов за рубеж. А также деловые переговоры с пользой для здоровья, уроки игры в гольф и хит-парад лучших полей мира. Ох, отошли бы вы подальше. Ну и национальный рецепт для бизнес-ланча, конечно. Лошадка! Это деловое путешествие, все только начинается. Лоренцо Симонелли помнит Астану еще степью. Впервые он приехал сюда в начале нулевых. А сейчас, возглавив крупное подразделение в одной из самых больших корпораций мира, этот город – главное направление его бизнес-визитов. Посмотрите на карту, и вы поймете, что Казахстан просто отлично расположен с точки зрения логистики. И я уверен, что железные дороги тут, простите за каламбур, только начинают свой путь. Мы сейчас находимся на самом пересечении путей между Россией, Китаем и Европой. И, конечно, сразу вспоминаешь, что именно тут проходил шелковый путь. Он все еще актуален, просто становится не шелковым, а железным. Вы ведь даже решили не только продавать свою продукцию в Казахстан, но и завод тут построить. Он где именно будет расположен? Мы выбрали Астану, потому что тут особый налоговый и таможенный режим. Мы можем сэкономить на первоначальных инвестициях в создание производственной площадки. Кроме того, тут создается целый кластер, объединяющий транспортные компании. Да, вы же не в одиночку пришли в Казахстан. О партнерах ваших расскажете и немного цифр. Сколько денег собираетесь вложить? Каковы будут объемы производства? Мы работаем совместно с казахскими железными дорогами, а также с крупным российским партнером Трансмаш Дизель. И на начальном этапе мы вместе произведем 300 двигателей для пригородных электричек. Это будут очень высокотехнологичные двигатели. Но это только начало. Мы хотим посмотреть на спрос и подумываем над локализацией и других производств. Не только для Казахстана, но и для всего региона. Именно здесь, на территории нынешней Астаны, еще в советское время железнодорожный транспорт развивался наиболее быстро. В центре сегодняшнего Казахстана был Целиноград, столица нового сельскохозяйственного края. А следовательно, необходим был транспорт для вывоза продукции. В 1986 году Казахстанская железная дорога поставила рекорд. Отсюда, из тогда еще Целинограда, отправился самый длинный и самый тяжелый в мировой истории поезд. 440 вагонов, груженные почти полусотней тысяч тонн зерна, растянулись на 6,5 километров. Сейчас уже Астанинский железнодорожный узел также ставит рекорды по динамике роста пассажиропотока. Он увеличивается так стремительно, что вот этого, построенного в 2003 году вокзала, уже не хватает. Скоро здесь появится новый транспортно-логистический хаб. И, конечно, как водится в Астане в чистом поле. Новое здание будет почти в 6 раз больше нынешнего, около 40 тысяч квадратных метров в стиле хай-тек. 35 тысяч пассажиров смогут приезжать и уезжать отсюда ежедневно. Один из главных логистических хабов Центральной Азии должны возвести всего за 3 года. По меркам Астаны это даже медленно. Вообще крупнейшим железнодорожным хабом мира по грузообороту является Чикаго. В год по рельсам этого города проходит более 250 миллионов тонн грузов. Все дело в Чикагской товарно-сырьевой бирже. Крупнейшей площадке для торговли предметами потребления. А ведь начиналось все с продажи всего лишь масла и яиц. По пассажиропотоку первый в мире токийский вокзал Шинджуку. За сутки через него проходит более 3,5 миллионов человек, что даже зафиксировано в книге рекордов Гиннесса. Чтобы пропустить столько народу, на вокзале более сотни выходов. И все же за звание самых вместительных для пассажиров вокзалов бьются сразу несколько станций. И все в Китае. Южные вокзалы Пекина и Гуанчжоу, а также железнодорожные ворота Шанхая вмещают до 10 тысяч посетителей единовременно. А в год готовы пропускать до 250 миллионов человек. Возвращаясь к Казахстану, это в 15 раз больше всего населения страны. Для продукции этого завода ни вокзалы, ни дороги не нужны. Европейский производитель вертолетов выбрал столицу Казахстана для своего сборочного производства по другим причинам – налоговым. Завод расположен в свободно-экономической зоне СЭС Астана Жанахала. Это значит «Астана-Новый город». Да, «Астана-Новый город», да, переводим. Завод был построен в предчайшей стройке. Договор о сотрудничестве и кооперации был подписан в 2011 году. И, соответственно, в 2012 году завод уже существовал и действовал. Ну, как участники свободно-экономической зоны, какие конкретно вы получаете преференции? Как и везде, и во всем мире это касается таможенных пошлин. Кроме нулевых пошлин на оборудование, компаний, строящие производство в Астане, освобождены от земельного, имущественного и корпоративного налогов. В облегченной форме получают разрешение на привоз иностранных рабочих. А в будущем, на основе созданного в городе Назарбаев университета, будут иметь льготы и субсидии на новые разработки. Мы уже сейчас стараемся сотрудничать с теми компаниями, которые работают в Казахстане. Это огромные мировые корпорации. Готовим для них новую программу совместную. Мы им предлагаем, давайте мы будем на своей площадке делать вам инженерные изыскания, анализ. Тогда и наши студенты будут получать нужную практику, и вы – лучшее, скажем, инженерное решение для ваших проектов. Эту программу вы когда запустить планируете? Думаю, через год будем готовы. Шигео Катсу много лет проработал финансистом во Всемирном банке, но несколько лет назад его пригласили возглавить будущий главный вуз Казахстана – Назарбаев университет. Именно так, по-английски здесь просят называть это учебное заведение. Язык преподавания и вообще общение тут тоже английский. Здание университета еще не достроено, но научная работа уже кипит. Вот здесь, например, разрабатывают новый манипулятор для руки робота. Вообще, иностранцев редко приглашают руководить университетом. Это касается не только Казахстана. Полагаю, перед этим вы встретились с президентом Назарбаевым. Что он вам сказал? Какие ставил цели? Он просто попросил меня заняться этим проектом. Хорошо, скажите тогда, а вам обещали с самого начала налоговые льготы для тех исследователей, которые будут работать в ваших лабораториях? Во-первых, мы много вложили денег в привлечение талантливых преподавателей и исследователей. И построили сам университет. С привлечением частных денег или только на государственные? Только на государственные. И кроме того, согласно специальному закону, на нашей территории должна быть создана специальная экономическая зона, рассчитанная на поддержку разработок на ранней стадии. Речь не только о налогах, но и о помощи в получении грантов, площадок для исследований и так далее. Вообще, первая экономическая зона в мире была создана на Гибралтаре. В 1704 году британцы, захватив этот небольшой остров, для его развития позволили местным жителям почти не платить налоги и существенно снизили пошлины для грузов, привозимых в королевство через Гибралтар. В результате многие английские судоходные компании начали регистрироваться именно там. Так и появился термин «офшор», то есть «внешний, дальний берег». С тех пор Британия часто использовала этот механизм для развития колоний, скажем, Виргинских островов или Кипра. В последние годы термин «офшор» стал носить негативное значение. Зато особых экономических зон в мире с каждым годом только больше. Самое большое количество в Китае. Собственно, создание первой такой в городе Шэньчжэнь в 1980-м и началось нынешнее бурное промышленное развитие страны. В России сейчас 19 особых экономических зон. Более трех сотен крупных компаний вложили в них порядка 13 миллиардов долларов. Особая экономическая зона Астаны с момента основания привлекла в город более 10 миллиардов долларов иностранных инвестиций. А бюджет столицы за это же время вырос в 50 раз с мизерных 40 миллионов до 2 миллиардов долларов. Однако и это лишь капля в море государственных денег, которые буквально затопили эти степные просторы, навсегда изменив их. Это Астана. Астана 1997 года. Город, которого еще нет. В советское время в этих бескрайних степных просторах пытались поднимать целину. И кто бы знал, что из посеянных тогда семян вырастут небоскребы и деловая столица для всей Центральной Азии. Идея строительства в Казахстане новой столицы появилась еще в середине 90-х. Окончательно утвердил ее президент Нурсултан Назарбаев. Выбор места тогда удивил многих. Городок Акмала, почти в географическом центре страны, был небольшим, около 300 тысяч жителей. И для переезда сюда всех ветвей власти абсолютно не готовым. Скажем, на месте небоскреба нового медиа-центра попросту было болото. Глядя на его фасады с гигантскими телевизионными панелями, теперь в это даже не верится. Выбор столицы всегда определялся высшими интересами государства. И в нашем случае перенос столицы, безусловно, был вызван стратегическими интересами нации, содержащими геополитический, социально-экономический, духовно-исторический контекст. Но с учетом сроков и слова переноса, феномен Астаны представляет собой уникальное историческое событие, аналогов которого в современном мире нет. Отправляемся к одному из первых жителей Новой Астаны. Нынешний министр иностранных дел Ерлан Идризов перебрался сюда почти 15 лет назад. Я так понимаю, что вот примерно так выглядела Астана, когда вы сюда перебирались. Здесь просто не было гор, а так все идентично. Вот так вот пустые выглядели. Теперь именно он один из тех, кто превращает этот пустырь в бизнес-оазис. Я лично помню, привозили мы в 95-м году сюда группу послов из Алматы, 96-й год. Где-то было около 50 послов около того. Мы возили их как раз по левому берегу, это был пустырь, тогдашний Аким города, области, господин Браун. И он говорил, широко размахивая руками, говорил, вот здесь будет резиденция президента, а вот здесь мы планируем построить здание правительства. А вот там, посмотрите на левую, мы будем строить здание парламента. Послы вертели головами и между собой хихикой говорили, надо иметь сумасшедшее воображение, чтобы все это представлять в холодной степи. Так случилось, что американский тогдашний посол Элизабет Джонс, и она была на днях, ну не так давно здесь в Астане, я вспомнил эту историю, говорю, Бесс, мы с тобой приезжали, ты помнишь, мы стояли на обдуваемыми ветрами пустыре, и мы показывали вам, что здесь будет строиться, вы не верили. Что она вам ответила, Элизабет? Она сказала «да», а больше она ничего не могла сказать. И больше не смогла ничего сказать. Да уж. Знаете, я ее понимаю. В центре нового города появилась огромная, почти в 100 метров высотой, колонна, на верхушке которой смотровая площадка. Называется это здание «Байтерек», как древо жизни из казахского фольклора. Впрочем, и другие строения Астаны безымянными не остались. А правда говорят, что вы всем зданием новым уже клички передумали? Вот здесь где-то шприц рядом, около нас, да? Да, здесь, ну, народ есть народ, она всегда, как говорится, творчески работает. Так какие клички у зданий здесь? Вот Министерство транспорта и коммуникации называли «зажигалка». Неподалеку есть и пепельница. Новый архив разместился в яйце. Дворец мира и согласия прозвали пирамидой. Кстати, это первое строение британского архитектора Нормана Фостера в Астане. И одно из самых недорогих – около 60 миллионов долларов. Сколько стоил город в целом, спросим у того, кто его строил. Аманжол Чеканаев – член президентского архитектурного совета, а в недавнем прошлом – зам главного архитектора Астаны. Вообще, не каждый день начинаются строиться города с нуля. Интересно, когда вас собрали, вам как-то говорили, что у вас есть какое-то ограничение по бюджету, например, что вы можете построить только вот настолько денег, а не настолько. Потому что здесь, когда смотришь на Астану, есть ощущение, что бюджет был открытый. В смысле бесконечный. Вы правы. Потому что уникальные сооружения, действительно, которые внесет в имидж города что-то новое, значимое, оно не может быть построено за счет каких-то ограничений финансов. Ну, вспомните, в Сиднее оперный театр, да? А ведь он первоначальной стоимости превысил в несколько раз. И даже автор отказывался от того, что это самое. Такие трудности были. Но когда его построили, он начал работать на город. И тысячи туристов едут туда только для того, чтобы посмотреть на это. Идеология должна быть такая. Мы не должны экономить на том, что может в будущем переносить не только и имиджевую известность, но и доходы туристические и другие. Все же это редкий случай, когда можно прямо сказать, сколько стоит город. Потому что он был построен всего за 15 лет. Вот сколько примерно денег стоила вот эта вся новая Астана? Здесь, Стас, дело в том, что за счет денег бюджета строились только те здания, которые необходимы городу для функционирования. Это административно-правительственные здания, это социальные, культурно-бытовые здания, это инженерные сети, транспортные магистрали. Все остальное строилось за счет инвестиций застройщиков. Ну, то есть это частные деньги? Частные деньги. Они тут текут рекой. С 2002 по начало кризиса частные и государственные инвестиции в строительство в Астане ежегодно увеличивались на четверть, достигнув пика в 2,5 миллиарда долларов. Ежегодно строительные компании в столице возводят 1 миллион 300 тысяч квадратных метров жилья и офисов. То есть почти 2 квадратных метра на каждого жителя. Астану иногда называют городом самым большим количеством произведений Нормана Фостера. Чуть ли не каждому новому построенному здесь зданию самый знаменитый британский архитектор приложил свою руку. На самом деле это, конечно, не так. Больше всего произведений Фостера в Лондоне. Однако именно здесь, в Астане, может появиться самая масштабная из них – Абу-Даби-Плаза. Проект стоимостью в 1,5 миллиарда долларов уже начали строить. И к 2016 году он будет высотой 382 метра. Лишь чуть-чуть не дотягивая до Останкинской телебашни. К слову, самым дорогим в мире это здание не станет. Рекорд принадлежит отелю с казино Marina Bay Sand в Сингапуре. Строительство комплекса из трех высоток с огромным бассейном на крыше стоило 5,5 миллиардов долларов. Второе место – курорт World Sentosa. Все в том же Сингапуре. Почти 5 миллиардов долларов. И третье место – отель Emirates Palace. За 3 миллиарда долларов всего 6 этажей и 7 звезд. Впрочем, этим на Ближнем Востоке никого не удивишь. И все же, как мне заявили, самый амбициозный казахский проект находится в финансовом центре. Не смотрите, что он такой маленький. Здесь располагается штаб программы «Балашак» – проекта по созданию новой деловой элиты страны. Ее президент Саясат Нурбек прошел через нее и сам. 9 532 человека за эти 20 лет стали обладателями нашей стипендии. Все эти люди отправляются учиться за границу. Азия, Россия, США и Европа. Почти половина студентов едут в Великобританию. В Великобритании у нас абсолютный чемпион. 47% всех наших стипендентов обучаются на сегодняшний Великобритании. Все-таки английское образование дает себя знать. Это дает у себя знать, по инерции оно идет. Хотя на самом деле качество теряется. На сегодняшний день очень большой компромисс мы сделали между количеством и качеством. И мы видим, как падает качество британское образование. Учиться отправляют в основном по специальности управления, финансы. В последнее время все больше инженерное дело. Все шесть, а иногда и больше лет обучения, студент на полном гособеспечении. Балашак стал такой, в принципе, кастой в казахском обществе. Не создает ли это преграда для других казахов, которые тоже хотят подняться наверх? И, наверное, для меня это даже более интересно, для иностранцев, которые хотят приехать и работать в Казахстане, но в программе Балашак, естественно, не участвовали. Программа Балашак на сегодняшний день один из четких, сформированных социальных лифтов, четко работающих со своими принципами формирования и так далее. Но не препятствует другим прослойкам общества выстраивать свои собственные социальные лифты. Основная наша задача – это все-таки формирование элиты управленческой, интеллектуальной и формирование национальной интеллигенции. В рамках программы Балашак обучается очень много писателей, людей искусства, певцов, дирижессеров, дирижеров. В самых ведущих мировых Ла-Скале, например, Маша Мудряк, она вошла в книгу рекордов Гиннесс как самая молодая оперная певица мира, которая полностью участвует в репетиторе Ла-Скале, например, в Милане. И она этого добилась, потому что участвовала в вашем программе Балашак? Мы полностью обучили ее бакалавриат, специализировали магистратуру. Вот сейчас она закончила, ей 16-17 лет, и она уже мирового уровня звезда. Я, честно говоря, так себе представляю, что дети, выросшие в Казахстане, конечно, очень любят свою родину, но когда они отучились 5-6 лет в Америке или Великобритании, очень велик соблазн все-таки остаться работать там. За все 20 летализаций стипендий, вот 9532 человека, 47 человек у нас сейчас остались за рубежом. Только 47 человек остались за рубежом. То есть это менее 1,0, я не знаю, 0,8%. Век не вернулись. Не вернулись, совершенно вернулись. Мы очень четко ведем эту статистику. Почему? Потому что в 2000-х годах, в начале 2000-х годов мы ввели достаточно жесткие юридические механизмы обеспечения возврата наших граждан по вот этой государственной стипендии. Что это за такие жесткие юридические механизмы? Мы начали изучать международный опыт. Недвижимость родителей ставится в залог обеспечения возврата студентов из-за рубежа. Ну что, отправляемся на поле? Поехали! Мода на эту игру пришла сюда еще до программы «Балашак». В стране, где президент – ярый поклонник гольфа, и многие министры проводят выходные с клюшкой в руках, лучшее поле для бизнес-переговоров – вот такое зеленое поле. Поэтому будем считать, что мы тут по делу. Женщины зато больше и больше начали играть. Женщины все больше и больше. Бизнес-вумен. У меня вообще есть две женщины, которые здесь свои дела решают, в городе, в других странах вообще, играют в гольф. Самое знаменитое в мире поле для гольфа находится в Шотландии, в местечке Сент-Эндрюс. Считается, что оно первое в мире, поэтому так и называется – Старое поле. Прийти и поиграть сюда может любой желающий. Но вот довести шар до лунки получится не у всех. Старое поле считается одним из самых сложных в мире. Кратчайший путь к некоторым лункам лежит прямо поверх здания гольф-клуба. Поэтому в его штате уже много столетий есть стекольщик. И основательно проголодавшись, самое время попробовать что-нибудь с местным колоритом. А здесь, я смотрю, уже работа кипит полным ходом. Да, тесто катается у нас. И стол ломится. Скажите, бишбармак, его обязательно готовят из конины? Можно готовить из конины, можно готовить из барашка. Также можно готовить, допустим, из рыбы. Из рыбы даже бишбармак. Фишбармак будет. Фишбармак, да. Лошадку жалко. В общем, рецепт настоящего бишбармака оказался невероятно прост. Вода, хорошая конина, лук, тесто и пара человек, умеющих все это готовить. Приятного аппетита! Город почти в географическом центре Евразии. На пересечении крупных товаропотоков и на стыке двух культур – восточной и западной. В азиатский быстро реализованный мегапроект, наполненный по-европейски либеральным деловым климатом. Это была Астана. Когда-то столица целинного края и городок, заброшенный посреди Казахстана. Но теперь деловой оазис, выросший всего за полтора десятка лет в пустой степи. Еще увидимся. Удачных вам поездок и выгодных встреч!